Управляющих компаний, которые систематически не убирают дворы от снега, можно наказать рублем. Это уже делают городские власти, но такое право есть и у собственников многоквартирных домов. С актом, подтверждающим некачественную уборку, можно обратиться в УК и требовать перерасчет. Если не слышат, идти в суд. Подробнее об этой процедуре расскажет Мария Поздеева. Карла Маркса 117А. Тротуары почищены, но не везде. К проезжей части дворники еще даже не приступали. Машины, выезжая с парковки, просто вязнут в этой снежной каше. Соседний двор. Аналогичная ситуация. У нас дворники плохо убирают у 113 дома, а двор сегодня вроде почистили. А то машины буксуют даже у поребриков, все снег. Дворы в этом районе относятся к управляющей компании Фрязинова, но убирают их фирмы, привлеченные наподряд. За ними, говорит мастер УК, Марина Королева, нужен глаз да глаз. Территорию обходит каждый день, бывает и не по разу, а особенно те адреса, по которым у жильцов есть жалобы. Факт нарушения фиксируют в акте, передают претензии исполнителям работ. В случае систематического нарушения деньги на счет подрядчику попросту не перечисляют. Составляем акт или наказываем эту подрядную организацию, снимаем с них. Иногда бывает, что по 100% снимаем, что полностью они лишаются за этот день. Если мы приходим проверять, до обеда пришли, ничто не убрано, после обеда, что двор в таком же состоянии снимается, 100%. Дворник не получает ничего. Соответственно, и жильцам за этот конкретный день будет перерасчет в УК, говорят, мера действенная. Раз наказанный подрядчик старается нормы и сроки не нарушать. Следить за качеством уборки могут и сами жители, если снежная каша вместо чистых дорожек. Составлять подтверждающий акт обследования территории. Нужно указать дату, место, состав комиссии и изложить суть претензий ниже подписаться. Хорошо, если акт будет подтвержден фото или видеоматериалами. Есть два способа. Один из способов – провести общее собрание собственников, выбрать совет многоквартирного дома, в том числе, например, побольше людей в совет и председателя, соответственно, совета многоквартирного дома. Такие акты могут подписываться как комиссионно, то есть несколькими, так и одним человеком из совета дома. Могут быть подписаны акты именно на уборку, которые предложит управляющая компания. То есть человек, который видит, что уборка не производилась, просто не подписывает акты. С актом идем в управляющую компанию. Если там факт нарушения признают, то завершится все перерасчетом коммуналки. В противном случае обращаемся в жилищную инспекцию или в суд. Но в Вологде подобных прецедентов пока не было, скорее из-за незнания закона. Подробную консультацию в этом вопросе в Волокжане могут получить в Центре по работе с населением по телефону. 58, 03, 26 горячая линия работает в будни с 11 до 14 часов. Качество уборки дворов проверяют и городские власти. Ежедневно сотрудники административного департамента обходят территории в разных районах города. И если факт нарушения налицо, компанию ждет штраф до 50 тысяч рублей. За ноябрь в Вологде за некачественную уборку снега выписано более сотни предписаний.